Слава Богу! Духовных узников из духовных темниц. Потому что по большому счету вот эта магия всевозможная, религиозный культизм, заблуждение, они не делают человека счастливее. Они не спасительны, они не дают человеку ответа. В общем-то, все равно душа человека, она жаждет настоящего, правдивого. А это только лишь в Иисусе Христе. Душа человека все равно ждет нечто правдивого. И когда-то я тоже жил в таких заблуждениях. И я вспоминаю сегодня о тех прошлых годах, это было как будто бы в таком страшном сне. И, знаете, похоже на болото. Как рассказывают, если ты попал в болото и начинаешь там быстро шевелиться, то еще больше засасывает. И вот чем больше я пытался шевелиться, чем больше я пытался что-то делать, тем более чувствовалось вот это что-то ужаснейшее, погубляющее меня, засасывающее. И благодарение Богу, которое меня вытянул из этого болота. Я сейчас расскажу некоторые истории из истории христианства, иллюстрирующие, как заблуждения приходили в историю церкви. Я вчера говорил, такое сравнение давал с мертвым трупом, вскрытие мертвого тела, необходимое будущим врачам, чтобы показать им, как эта болезнь развивалась вообще, как она убивала этого человека, чтобы помочь живым сегодняшним людям не погибать, чтобы помочь лечить им эти болезни дальше. И вот, друзья мои, один из таких вот, опять-таки, пакостных таких эпизодов в истории церкви, это молитва об упокоении умерших, молитва за упокой, так как называется, молитва за упокой. Так и запишите под тему, молитва за упокой, продолжение той же темы, история христианства. Первые христиане, я сразу обязан просто это заявить, первые христиане первые столетия не молились за упокой, не молились за умерших, своих братьев или за кого-то еще умерших. Я вам уже как-то упоминал вчера, что христиан даже считали атеистами, очень часто считали, искренне считали, римляне, греки, язычники считали христиан атеистической сектой. Еще и потому, потому что христиане не знали культа мертвых. Любая религия, даже самая примитивная, даже самая малоразвитая религия, первобытная, знает культ мертвых. Опять-таки, вспомни вчерашний поход в ваш музей крыльевический, здесь, в Благовещенске. Там костюмы шаманов, там календарь этих народов, там всевозможные эти башки, идолы, предметы, которые использовали когда-то здесь проживавшие коренное население в незапамятные времена. Но, друзья мои, эти предметы чаще всего связаны как раз именно с культом мертвых. На самом шамане, там на костюме, там всевозможные вещи, которые должны были отпугивать злых духов, должны были задобрять духов умерших. То есть, любая религия, даже такая самая, такая вот, как бы малоизвестная, она знает культ мертвого человека, культ мертвых. Это очень щекочет нервы обывателю, в общем-то, это очень, как бы, близко человеку, тем более, что мы все рано или поздно с этим сталкиваемся, со смертью наших родных, близких людей нам. И это очень тяжелое испытание, на самом деле, для любого человека. Но, когда приходится расставаться с близким человеком, вы знаете, потом, ну, бывает и неприятный осадок. Тем более, если ты знаешь, что не все было благополучно в жизни того человека. У меня были такие ситуации, и это очень неприятно, вы знаете, как минимум неприятно, говорю. В 91-м году, когда меня руководили священники, я был настроен принять сан священника. Я служил дьяконом некоторое время в Рязани самой, а потом в Рязани же меня, в соборе Борисоглебском, меня руководил архиепископ Симон Рязанский, уже покойный уже. И тогда он был уже старцем, рукополагал в священнике. И я был рад тому, что я теперь священник, и я могу совершать особые служения, многократные служения, постоянные служения за умерших. У меня было много тех моих знакомых, родственников, кто умерли, и я понимал, что они умерли без веры в Бога и без Бога вообще. И я понимал, что я могу, как священник, совершать за них такие мистические, как бы, религиозные служения. И я молился много раньше в той своей жизни, я молился очень много за упокой. Даже это было некой такой моей, не знаю, проблемой, я бы сказал, как сейчас я понимаю. Допустим, другие священники совершали короткие панихиды, буквально 5-10 минут, я служил по полчаса, по часу, до полутора часов в панихиду служил, усердно перечитывая все записки, какие мне подавались, и много раз. Бабушки там были в шоке от меня, вообще я был любимчиком бабушек на приходах, потому что они говорили, о, вот так раньше молились попы до революции, промаливая там каждую записочку. Не просто там прочитал что-то очень быстро с корговоркой непонятное, а вот именно подробно. И я молился много за упокой, и вы знаете, на свою беду я это делал искренне. Понимаете ли, почему на свою беду, потому что если бы я это делал просто как халтуру церковную, как вот большинство моих коллег делало, просто как бы как работу, то мне было бы проще от этого освобождаться. Но я попал в эту трясину, серьезно. То есть я в это поверил, я в это уверовал сам, и я это пропагандировал, и я молился так. И в 96-м году, прошли некоторые годы, в 96-м году, когда Господь меня развернул к Писанию снова, к Библии. И, друзья мои, это незабываемое переживание, вот я сейчас могу вспомнить, это просто незабываемое переживание, когда сразу после возвращения к Писанию, после вот этого разворота, первое, что я сделал, знаете, что? Все то, что я знал из истории, я стал просматривать через Писание, как бы другими глазами совершенно прочитывая. Вы не поверите, но вот даже эпизод, допустим, с Ефимией Всехвальной, да, с мощами, там, значит, на соборе, раньше я ведь знал этот эпизод, знал, но я принимал это за чистую монету. Даже такие вещи, но как я мог это сделать, друзья мои? Потому что обманул самого себя, переступил через Писание, переступил. В свое время я совершил этот грех перед Богом, но я благодарю Богу, что меня простил и омыл меня, освободил от этих вещей неправильных. Но я переступил через Писание, переступил через Слово Божье и пошел за человеческим авторитетом, за авторитетом своей динаминации. И это было грубейшей ошибкой, которая, ну, роковая моя ошибка, но Бог меня просто-напросто спас, я Ему очень за это признательно и благодарен. И, кстати, в 88-м году, когда все это начиналось, мое отступление от Писания, вы знаете, друзья, священник, один из священников, которого я уважал и очень дорожил его словом, я помогал ему часто и как художник, и безвозмездно, совершенно просто, ну, для души, как я говорил, для Бога. Вот, и приходил в этот храм, любил приходить в этот храм, читал, пел иногда. Потом я в этом храме стал в том же 88-м уже руководить хором, читать, петь на клирусе уже регулярно, был уже служителем уже в церкви. Так вот, именно этот священник, он сказал мне однажды такие слова. Да, я спросил его, отец Иоанн, говорю, вот как вот, допустим, почему Писание вот говорит везде о молитве за, ну, за живых? А почему у нас вот и там, и там, и там, вот везде чаще молитвы за умерших звучат? Не то, чтобы я был против, но как-то вот не по себе мне говорю. Вот почему, ведь за умерших в Писании только лишь есть один образец молитвы. Молитва за воскрешение умершего человека. В Писании везде-везде, где встречаются молитвы за умершего, лишь в исключительном случае это молитва за воскрешение умершего. Все. А все остальные молитвы в Писании, это молитва за живых, конкретных сегодняшних людей. И так учил Иисус, и поступал Иисус, апостолы, до Него пророки в Старом Завете. Меня это очень сильно настораживало, тем более, что все это очень напоминало некое такое шоу религиозное, оккультное. И, вы знаете, этот священник мне сказал однажды, очень даже строго, так серьезно. Это было после служения, мы общались, я спрашивал его. Он сказал, Сережа, ты что, всех умнее? Представь, вся церковь уже две тысячи лет уже мыслит так. И вот ты ниоткуда, вообще и зовут тебя никак, вот ты никто, вне церкви, вот ты сам где-то достал Библию, стал читать. И, конечно же, ты неправильно понял все. Почему вот все отцы церкви, сколько их было, вся церковь в купе, вот именно так мыслит. А вдруг ты пошел против течения. Ты что, самый умный? Но самым умным быть не хотелось. И старый русский вариант, под дурака. Я, значит, решил, ну что, значит, буду смиряться, а там стерпится, слюбится. И многие другие вопросы были у меня, конечно же, значит. И, вы знаете, тогда в 88-м я обманул себя, очень жестоко обманул. И в 89-м, когда в семинарии, там в Загорске, разговаривал с преподавателями. И, понимаете ли, я попал в такую зависимость даже, сказал бы. Я даже помню тот момент, когда это произошло. Значит, интересная книга. Много учебников, я там понакупил, и в Ленинграде, и в Москве много всего. Мне было интересно все это сразу проглотить. Но первый учебник, который я вот открыл для себя из московских моих закупок, это была книга, репринтное переиздание тогда, учебника по сатириологии, о спасении. И она называлась «Православные учения о спасении». Ну, хорошо, замечательно. Я открываю, читаю, и я помню, как такая депрессия на меня напала. В этом учебнике, хотя там местописания были, узнаваемые для меня тогда местописания, и вроде бы логично, и вроде бы правильно, но я чувствовал душок какой-то не такой. И в конце концов еще распечаточка такая была. Она у всех семинаристов была там на руках. Тогда еще на машинках под копирку делали вот эти вот распечаточки и раздавали каждому. Это было обязательно вообще-то, прочитывать эти вещи. И вот там в этих распечаточках были выписки такие сделаны из жития святых, некоторых, таких очень популярных даже, я бы сказал, святых, авторитетные имена там значились. И именно подборка о последних их часах и минутах жизни. Как бы вот как они уходили с этой земли, как бы, да, с какими словами, их последние слова, их последние переживания, какие-то поступки перецмертные. И это настолько впечатляло, я никогда вот так вот не мыслил собрать это все бы, сам не надумался бы никогда. И вот здесь я видел пример столбников, пример отцов церкви, которые там и на столбах жили, и в пещерах, и где-то еще. И уходя с этой земли, они говорили, я иду в ад. Им говорили соседи, там ученики, что, ну все-таки ты имеешь надежду на спасение. Они говорили, нет, я не спасен, я иду в ад, точно, все, огонь по мне уже плачет. И они, оказывается, умирали в депрессии. Правда, там была такая вставочка, что комментатор неизвестный подписал, что по всей видимости они дурили дьявола, тем самым, значит, морочили ему голову, как бы своим смирением, как бы. Но когда читаешь именно, ну я так упрощенно говорю, но когда читаешь слова этих отцов, было не по себе. И когда вкупе с этим учебником о спасении, где, я скажу вам так, красной нитью проходила идея, что спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Хотя говорилось о жертве Христа, говорилось обо всем, казалось бы, но выводы напрашивались совершенно неправильные. И вот я помню, как попал в такую чуть-нибудь депрессию, а я было надеялся, а я было себе уже возомнил что-то, а я было подумал, потому что я до того был уверен, что я, ну, просто спасен. Просто как-то, просто как-то даже не мог подумать, допустим, мысли, что как-то где-то Бог от меня отвернется. И вдруг я понял, вся моя динаминация учат совершенно по-другому. Я именно, вот, доктринально. Оказывается, все гораздо сложнее и вообще все не так, как я себе придумал из Библии. Оказывается, все совершенно... Библия, как один из отцов говорил, это лишь есть молоко. Для младенцев. Но у нас есть твердая пища, наше откровение, уже твердая пища. Думаю, да... Это как в одном фильме, там тяжелое детство, и ребенок спрашивает взрослого, всегда будет так плохо или нет. Ему говорят, знаешь, детство – самая лучшая пора в жизни. Он говорит, да... И вот я понял, что, значит, твердая пища – это что-то, как говорится, туши света и святых выноси. Но единственное, что еще как бы вот цепляло в таком случае, если принимать сатериологию традиционную, православную, как она есть сейчас в учебниках, остается лишь один последний шанс – это молитва за умерших. Что тебя все-таки достанут, вымолят, тебя все-таки спасут, домолят, промолят, как-то, знаете ли, поодиночке не спасешься, а вот все вместе, всем колхозом как бы в царство и войдем. Где-то как-то Иисус уже будет обязан. Неужели он всем откажет сразу? Он не может так поступить просто. Он будет вынужден сказать, ну, хорошо, ну, пожалуйста, вот, займите вот это отделение. Я так грубо рассказываю, но вот примерно вот так я мыслю, примерно так. И, в общем-то, я молился за покой много. Но первое, что мне бросилось в глаза, когда я историю христианства стал просматривать через Писание, что то учение, в которое я верил, и верой и правдой служил, как я думал Богу этим учением, на самом деле я дьяволу служил этим учением, я молился за покой очень много. Друзья мои, это учение основано на спиритических сеансах отцов в церкви, основано на видениях, сновидениях, ни одного, не то чтобы текста Писания, даже намека нет на Слово Божье, на откровение от Слова. Все источники абсолютно нечистые. Раньше я читал эти моменты, но я смотрел на это сквозь пальцы. Знаете, как бы вот прощая, но все-таки церковь всегда права, она не ошибается, но не может же обманывать наш народ, наши отцы церкви. Но потом я понял, нас кинули, и очень серьезно. И уже не одно столетие продолжается это вешение религиозной лапши на уши. И вот с чего все началось? Друзья, я вам сказал вначале, что первое столетие христианство не знало культа мертвых и вызывало, ну, как минимум, насмешки в свой адрес по тому. И хотя некоторые историки говорят, ну, ведь собирались они на кладбищах. Да, но не в хорошей жизни собирались они в каменоломнях, в катакомбах. Не потому, что это был такой экстрим религиозный. Нет, не ради таинственности, ради конспирации, ради того, что на самом деле были гонимы церковью, как церковь была гонима. И дальше, друзья, первым, кто получил откровение о молитве за упокой, за умерших, или же одним из первых, по другой версии, был монах, монах Макарий, по имени Макарий. Это было в Египте, Макарий египетский. То есть, колыбелью этого откровения стала Африка, именно Эфиопия и Египет. Отцом-основателем, пионером здесь был Макарий египетский, преподобный, монах. Как же он получил откровение свое? Есть многие эпизоды из его жизни, рассказывающие, что он занимался спиритизмом. Он спрашивал мертвых, он вызывал духи. Но самый впечатляющий эпизод, это беседа Макарии с черепом. И череп это не кличка. Это состояние, уже будем так говорить. И вот, он нашел якобы череп человеческий, и спрашивая духа, которому якобы при жизни этот череп принадлежал, спрашивал его об этих именно вещах, о молитве за умерших. И этот дух сказал, что да, он признался якобы, что при жизни он был жрецом языческой египетской религии, что он находится на дне ада, мучается в пламени всем. То есть вроде как бы Макарий понял, похоже на правду. Дальше больше. История такая душесчипательная вполне. Значит, он, этот умерший, заявил, что даже таким отпетым уже как бы негодяем, там на самом дне, и то есть надежда на какое-то спасение. Макарий там и прослезился, и он там как бы, ну, описание очень довольно-таки такое живописное. И вот, и Макарий это откровение носил в себе и делился этим откровением с другими монахами при случае. Подобные эпизоды происходили в его жизни неоднократно, но с черепом беседа была, насколько я помню, разовая. И вот, затем, другие монахи также в Египте, в Эфиопии, они получали откровение. Это было, все это происходило в четвертом столетии. В четвертом столетии. Тогда, когда монашество только лишь зарождалось и формировалось. Начало монашества считается начало четвертого столетия. Антоний Великий это отец монашества, основоположник монашества и учитель Макария Египетского. Христианство в четвертом столетии стало государственной религией, обязаловкой, добровольно-принудительной для всего населения империи. И потому гностики древние... Кто такие гностики, знаете? Ну? Ну да, краткое лжеучение, да. Но суть этого лжеучения такова, что видимое зло, само по себе уже зло, потому что сотворено было якобы дьяволом или же богами, низшими, а невидимый духовный мир это добро, потому что сотворен был богом или же богами высшими. То есть вот такие теории, такие... Это вкратце. На самом деле сложнее гораздо это учение. И много разных школ было у гностицизма. Так вот, и монашество, оно не с неба упало на нас. Монашество пришло из гностицизма. Потому что первые монахи были выходцы фактически из школ древнего гностицизма африканского. И для гностиков было нормальным целебат, то есть безбрачие. Потому что самую жизнь половую они воспринимали как грех изначально. Даже якобы органы половые придумал якобы не бог, а дьявол. То есть, ну там, понимаете, вот у гностиков были свои какие-то вот такие вот просто шиворот на выворот учения. И вот монашество переняло вот эту традицию гностицизма, спиритическую традицию. Потому что для монахов, гностиков древних было нормальным, обычным вызвать духа и вот так вот себе поговорить, что-то выяснить и прочее. То есть, то, что Библия называет мерзостью, и Бог в Библии многократно запрещает своему народу заниматься такими вещами даже близко. Даже не просто заниматься, а даже обращаться к тем, кто занимается этим профессионально. То есть, вроде бы, как бы я ни при чем здесь, он занимается, я лишь обращаюсь к нему вот такая чисто такая хитрость такая народная. Но Бог запретил даже вот такие посредничества, участие в таких вещах оккультных, потому что это мерзость пред Богом, друзья мои. И все Писание говорит о том, но, к сожалению, многие вот эти вот отцы-основатели монашества, они шли по этому очень опасному пути и занимались спиритическими сеансами. Сейчас просто не хватит времени перечислять десятки имен монахов, тех, которые погрузились в оккультизм. Ануфри Великий, основоположник мистического монашества, который на гишом ходил по пустыне, также общался с духами умерших. Сам Антоний Великий, неоднократно в его рассказе о его жизни есть такие эпизоды. Пахомий Великий, основоположник монашества общежительного, отец первого монастыря в Африке, там же на реке Нил был сооружен первый монастырь на одном из островов этой реки. То есть и многие другие, и иже с ними, десятки других имен, очень известных имен того времени, это были в основном монахи-спиритисты. Не то, чтобы все они были такивыми, но, по крайней мере, известные имена и известные эпизоды из их жизни, их жития, так называемые жития, они популярны, они переиздаются до сегодняшнего дня, и потому они доступны, и можно с самим ознакомиться даже с этими фактами, многочисленными фактами именно оккультной зависимости этих людей. Я сейчас подготавливаю к изданию сборник моих лекций по истории христианства, и там будут десятки примеров. Я сделал разные выписки из разных житий для того, чтобы иметь полную картину человеку, современному христианину, православному христианину, что то, что происходило тогда, это не есть благоставение, а проклятие для церкви. Но, кстати, еще кое-что, о чем сегодня священники не любят говорить. Ведь в четвертом столетии монашество, оно не было частью официальной церкви, а это было движение партизанским, ни подконтрольным, ни государством, ни церковью. Это было самостоятельным движением, это было в основном отшельническим движением, ну, кроме вот инцидента с Пахомием, когда он собрал всех монахов вместе на одном из островов. Но, в общем-то, они жили сами по себе, редко группами небольшими, колониями, но в основном жили сами по себе. Отшельничество был идеал монашества. Но в пятом столетии, о котором я рассказывал, третий и четвертый Вселенские соборы проходили как раз именно в пятом столетии. Первых два в четвертом, последующие два проходили уже в пятом столетии. Так вот, в пятом столетии, вы, я думаю, уже это запомнили, монашество вливалось в церковь. Монашество стало даже частью официального христианства, римско-византийского христианства, частью и немаловажной частью. Дело в том, что большинство епископов в церкви в то время, это были монахи из, в основном, Африки, Сирии, сирийцы и африканцы. Монахи, которые, собственно, контролировали и власть в церкви уже. И вот тогда, в пятом столетии, из-за того, что монашество стало уже частью церкви и даже руководящей силой церкви официальной, именно вот эти оккультные учения стали уже учениями церковными. Или же, по крайней мере, большинства христианских церквей. Вы понимаете, да? Это пятое, и затем уже в шестом столетии это стало уже как бы необратимым. Но я убежден обратимым, потому что Божье Слово должно сработать, должно исполниться. И Бог разорит блудницу, обязательно разорит, друзья мои, на глазах у миллионов людей. И Бог церковь свою превознесет, настоящую церковь, не имеющую пятна или пороха, как Павел говорит, да? Или чего-либо подобного, но святая и непорочная. Вот замысел Творца, вот идея Творца, вот мечта Иисуса. Слава Иисусу Христу! И, друзья мои, еще, еще пару эпизодов. Эпизод первый, запомнили, да? Макарий с черепом в пустыне. Кстати, маленький штришок, я его упустил как-то. Значит, шла речь в той беседе с черепом не о христианах умерших, а о нехристианах умерших. Я это подчеркиваю. Потому что сегодня, допустим, если вы придете, допустим, в храм православно-традиционный, и записочку подадите, допустим, за Наполеона Бонапарта, или за Патриса Лумумбу, или за кого-то еще неправославных каких-то деятелей умерших, или живых даже, вам скажут, о, извините, но мы молимся только лишь за своих, кто в нашей секте. За всех остальных мы отвергаем, и мы не признаем всех неправославных. Но дело в том, что тогда, в четвертом столетии, в основном-то учения сохранялись в церкви, я имею в виду библейские понимания и учения, в четвертом столетии, в отличие от пятого столетия. Так вот, и убеждать кого-то молиться за христиан в четвертом веке было безрассудством за умерших христиан. Потому что понимание сохранялось у большинства служителей библейское, что верующий в Сына Божьего не имеет смерти, он уже перешел от смерти в жизнь. Понимание, сатарология оставалась христианской, библейской. В пятом столетии, с самого начала пятого столетия, деградация началась учений. И вот именно вопрос о спасении был исковерган, обезображен этими горе-богословами. К сожалению, до сегодняшнего дня это продолжается проклятие. Но убежден, что должно быть сегодня исправление. И, кстати, один из отцов церкви еще третьего столетия, Киприан Карфагенский, лидер африканского христианства, сказал однажды такие слова, что церковь непрестанно реформируется, церковь всегда обновляется. Экклезия семпер реформанда. Церковь всегда реформируется. Друзья, это Киприан Карфагенский. И я убежден, что пришло время обновлению для церкви с сегодняшнего дня. Прошли годы, прошли десятилетия, столетия. Христианство потеряло в пятом-шестом столетиях, потеряло библейское понимание спасения. Я имею в виду в целом, не в отдельных случаях, потому что настоящая церковь Христа, я убежден глубоко, в каждом поколении существовала и существует. Иисус сказал, что я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Даже если это двое или трое, собранные во имя Христа, даже если это на фоне многомиллионного отступнического христианства, Господь говорит, это моя церковь, это мое собрание, это мои люди, это мой народ, это остаток. Или я вообще был в панике, я один, и мои души ищут. Вот, Бог говорит, я соблюл еще тех, которые своих колен перед валом не склоняют никогда. Где они? А Бог их знал. Или я их не знал? А Бог их знал. Друзья мои, даже в самых отступнических динаминациях я убежден, Бог знает своих. Бог знает тех, которые перед валом колен не склоняют. Может даже он перед иконой клоняется, но с фигой в кармане. Он все равно, он Бога ищет живого. Его сердце расположено искать Бога Святого. И Бог выходит навстречу. Слава Иисусу! И, друзья мои, интересно, в шестом столетии эпизод второй. Да, очень такой, как бы, не знаю, больше смешной или страшной. Значит, один батюшка ходил в баню, ну, женатый священник. Монахи вообще не мылись. Монахи, они были грязнулими такими, ну, идейными грязнулими, идейными. Это было ради идеи. Потому что не мылись они десятилетиями, и считалось это, как бы, формой угождения Богу, как бы. Представляете себе? Представляете себе Христа библейского, который в восторге от грязнули своих учеников, да? И, кстати, в средние века монахи на Западе, допустим, они даже местописание цитировали, что ученики Иисуса, они первыми начали это делать, есть неумытыми руками. Это были первые толчки монашеского пробуждения. Да, и, в общем-то, ну, представьте, значит, один из этих рекордсменов 47 лет не мылся вообще. Ну, не считая там, что упадет в лужу или будет дождь промочит, допустим. Да, и, ладно, потом расскажу. Нет, это был монах, чистой воды монах. Такой еще, знаете, тот еще монах. И вот, и, но, в шестом столетии в Константинополе священник ходил в баню раз в неделю, посещал городские бани. Все было хорошо, но он обращал внимание нам всегда на нового мужика, который суетился, бегал, носился там, шайки, лейки, веники. То есть, как бы, был банщиком на общественных началах. И вот этот священник однажды принес к нему хлеб, ну, просворочку, знаете, вот в церкви. И говорит, на, милый человек, поешь, как говорится, во здравие, во спасение, ну, как бы, ты все занятый такой. А тот мужик говорит ему, извините, батюшка, но этот хлеб для живых, а не для таких, как я, говорит. А что с тобой? А я, говорит, давно уже, говорит, уже все, умерший. А почему ты, говорит, не там или не там? А меня, говорит, не приняли, говорит, не туда и не туда, а послали. Так послали. Сюда, в баню. Я думаю, наверное, по этому пошло так выражение, да, пошел в баню. Вроде и не в ад, и не в рай. Пекло, одним словом. Чистилище. И вот, и вы знаете, что... Да, и этот зомби в бане рассказал свою такую душесчипательную историю, что он, мол, где такой вот непрекаянный грешник, и вообще вот такая судьба хуже всего. Понимаете, вот, значит, ну, как бы он такой страдающий зомби, значит, и он зарабатывает какие-то бонусы, там, значит, там, чтобы его кто-то приняли хотя бы, а то такая жизнь вообще хуже всего. И вот, священнику стало жалко этого зомби, этого покойника, этого живого, непонятно какого. И он, значит, спрашивает гражданина, могу ли я для вас что-то сделать вообще? Он говорит, пробовали, не получается. Но, говорит, пожалуйста, давайте попробуем еще одно средство, такое радикальное. Вот вы предложили мне поесть хлеб, я же не могу. А вы, говорит, за себя и за меня причащайтесь. Вот в церкви, говорит, хлебопреломление причастия совершите за себя, а потом мое имя провозглашая и в мое имя, то есть за меня тоже. Я же мертвый, мне нужно тело, чтобы, ну, вот вы сами можете в своем теле это сделать, а я не могу. То есть моему духу свое тело предоставьте на прокат. И вот, интересно, батюшка принял за чистую монету, так говорится, по крайней мере, в том эпизоде втором. И он, этот священник, стал каждый день в течение всей недели последующей причащаться за себя и за того зомби в бане. И да причащался. Через неделю приходит, того зомби след простыл. И он вывод сделал, подействовало. Его приняли. Правда, куда? Не комментируют теологи, но приняли куда-то. И вот, родилось откровение такое. Это продолжение молитвы за упокой за умерших. Это называется сегодня обедня за упокой или сорока уст за упокой. Кстати, такая вещь очень распространена она сейчас. Я думаю, что каждый обыватель, что переступает порог храма с целью помолиться за умерших, если он спросит, допустим, что я могу сделать вообще для моих там умерших, ему первое, что скажут, это обедня за упокой или же сорока уст за упокой. Обыватели не дают информацию об этом деле, об этом обряде. Что это такое? Я убежден, что если бы люди знали бы, откуда это и что это такое, я думаю, большинство отказалось бы от этих опасных экспериментов духовных, очень опасных действий. И я в свое время этим всем занимался также. И я думаю, после перерыва я расскажу более подробно о том, как это происходит сегодня в церкви и как от этого нужно освобождаться. Продолжение следует...